Всех рад снова видеть. Ну, я надеюсь, чем дальше по курсу, тем интереснее. Соответственно, сегодня мы будем рассматривать взаимодействие с операционной системой Сперла. На самом деле мы уже этим занимались. Во второй домашнем задании нужно было использовать вызов QX. Ну и, собственно, первый аргумент, почему QX нам не всегда подходит уже, представлен на слайде, собственно. А кто может назвать еще другие аргументы? На самом деле здесь подразумевается то, что вам приходится очень качественно валидировать все аргументы, которые вы передаете в QX, чтобы, не дай бог, туда что-нибудь ненужного не проскочило. Вот про что получаем на выходе. Это как раз-таки третий пункт, то, что у нас нет возможности нормально разделять потоки данных и потоки диагностики. Мы либо можем их слить, тогда мы их не сможем разделить на нашей стороне. Мы можем забрать только поток данных, мы можем поменять местами поток данных и поток диагностики, то есть, когда у нас вся диагностика будет писаться в поток данных. Но так или иначе, два раздельных потока, которые у нас представлены по умолчанию, мы получить не можем через QX. Ну а также сложность экранирования. Собственно, сегодня мы пройдемся по основополагающим темам программирования под Unix. Это процессы и файловые объекты. Ну начнем с процессов. Собственно, что же такое процессы в Unix? Все, наверное, изучали, все сидящие здесь, наверное, изучали в школе информатику, ну или там, кто с ВМК, у тех точно было, был уже такой момент. А именно я говорю о определении такого понятия, как алгоритм. И на первом курсе лично мне всегда говорили, что у алгоритма нет детерминированного определения, и давали список каких-то свойств. Но с процессом примерно так же. То есть люди начинают что-то делать, у них мозговой штурм, они придумывают, и они объект строят по свойствам. Соответственно, как такового жесткого математического определения процессу дать очень сложно. Но все-таки я попытаюсь это сделать. Во-первых, это образ программы в памяти. То есть у нас процесс ассоциирован с неким исполняемым кодом. И процесс у нас создается ядром операционной системы. На этом мы остановимся чуть подробнее на следующих слайдах. Собственно, что дальше? У процесса есть уникальный и неизменяемый на протяжении всего цикла жизни процесса идентификатор процесса. Мы будем называть его коротко PIT. Дальше. Собственное адресное пространство. Регистры. Это счетчик команд, стек и прочие регистры. Переменное окружение. С этим мы тоже остановимся подробно дальше. Разберемся, что такое переменное окружение. Обработчики сигналов. С сигналами и с обработчиками сигналов мы также будем разбираться в этой лекции. Дескрипторы. Все это, каждый процесс содержит в своей мета информации. И более того, при порождении процесса изначально все вот это, кроме уникального идентификатора, все наследуется в дочерних процессах. Об этом мы тоже поговорим в этой лекции. Что ж, как же происходит порождение процесса в Unix? Как-то так. Это выглядит на перле. Почему же все-таки два пента? Сначала разберемся с первой строчкой представленного кода, а именно с функцией fork. Fork — это как раз-таки основополагающая функция для порождения процесса. При вызове fork у нас создается новая запись в таблице процессов. Все данные, вот, все информация, ассоциированная с процессом родителям, копируется в адресно-пространство, ассоциированное с процессом потомка. Но вопрос. Тут нигде не сказано. Ладно, я всех обманываю, тут сказано. Кто из них родитель, а кто потомок? Собственно, это можно увидеть здесь. Что здесь мы не проводим никакого разделения между процессом потомком и процессом родителям. Соответственно, при удачном результате после исполнения вызова fork мы имеем два процесса, которые продолжают выполнение с вот этой точки. То есть после того, как мы успешно расфаркались, оба процесса продолжают выполнение со следующего оператора. Таким образом, в следующем операторе мы проверяем вообще, а произошел ли fork. То есть результаты fork можно трактовать следующим образом. Undev возвращается, когда у нас фаркануться не получилось, и в данном случае мы даемся. Если мы находимся в процессе родителей, мы знаем PID, то есть результат выполнения равен PID порожденного процесса. Если же PID равен 0, мы находимся в процессе потомки. Здесь это, наверное, более понятно представлено в виде кода. Ну и, соответственно, два принта печатают нам тот результат, который мы хотели. Собственно, еще два момента, на которых мы остановимся. Переменный $$ это внутренняя переменная перла, которая находится в PID текущего процесса. Момент номер два. Никто никогда не гарантирует, в какой очередности выполнятся вот эти инструкции. В данном случае мы видим, что у нас процесс родителей, у которого PID меньше, напечатал свое сообщение раньше. В этом случае мы видим, что сначала сообщение свое напечатало процесс потомок. Есть ли какие-то вопросы по этому моменту? Да, еще раз, влези с потомок периодически. Еще раз. У нас происходит сфорк. С этого момента у нас уже есть два процесса. То есть две одинаковые копии программы, отличающиеся на данном этапе только идентификатором. Одна не в PID, а другая? Нет, сейчас. Две программы. Одна — процесс, который породил другой процесс, и другая — порожденный процесс. Соответственно, форк выдает в качестве результата при удачном разветвлении процессов значение, отличное от нуля, процессу родителю. То есть вот этот код у нас выполнится в процессе родителей. Вот этот код у нас выполнится в процессе потомки, потому что результат форка равен нулю. У нас продолжают выполнение дальше две программы. У них одинаковый, то есть код у этих двух программ одинаковый, у двух процессов программный код. Они продолжают выполнение дальше, и отличаются эти программы значением переменной доллар-доллар и результатом, который им отдала функция fork. Отлично. У кого-то остались еще вопросы? Соответственно, еще раз акцентирую внимание. Здесь мы не проводим никакого разделения. То есть в общем и целом мы можем не учитывать, в каком процессе мы сейчас выполняемся, если код, выполняемый процессом родителям и процессом потомкам, одинаковый. В данном случае вот этот код представляет собой просто раскрытие вот этого. Что ж, поехали дальше. Рассмотрим теперь такой пример. Распечатаем некое сообщение, расфаркаемся, снова распечатаем некое сообщение, расфаркаемся, снова напечатаем некое сообщение. Ну, на выходе у нас получится какая-то такая последовательность. Соответственно, видно, что мы в сообщении учитываем PID процесса и номер сообщения. Опять-таки, у нас никто не гарантирует последовательность выполнения. Просто так получилось в данный момент. Разберем же, как это работает. Мастер-процесс, выполняющий данный код, печатает сообщение со своим PID и номером сообщения. Дальше происходит форк. После форка у нас идет два процесса. Процесс, который 95862, и следующий процесс, который 95863. Они оба, они печатают следующее сообщение. После этого сообщения снова происходит форк. Но форк происходит в каждом процессе, поскольку код одинаковый как в мастере, так и в потомке. Соответственно, несложной математикой мы понимаем, что на этом этапе у нас уже четыре процесса. Соответственно, третье сообщение распечатают четыре процесса. Поэтому есть какие-то вопросы? Отлично, поехали дальше. Да, дальше это представлено чуть более наглядно. То есть, опять-таки, повторюсь, был один процесс, после форка у нас породилось два процесса, и каждый из этих процессов породил еще по одному процессу. И опять-таки, никто не гарантирует, какой форк произойдет раньше. Как видно отсюда, что процесс 95863 породил своего потомка раньше, потому что ПИД у него меньше. То есть, наименьший свободный ПИД был использован потомкам 95863, а не родителям 95862. Теперь вернемся к тому, о чем я сказал чуть раньше, что у нас процесс — это программа, создаваемая ядром операционной системы. Разберемся для начала, как же вообще происходит загрузка самой операционной системы. Вот вы приходите домой, садитесь на стол, нажимаете кнопку. Навряд ли уже, кстати, нажимаете кнопку, скорее всего, открываете крышку и нажимаете кнопку. У вас начинается стадия самопроверки. То есть, устройство детектирует какие-то неполадки на уровне железа и, возможно, об этом сообщает. Если этого не происходит, запускается так называемый BIOS. BIOS — это некоторый исполняемый код, находящийся в ПЗУ, который работает достаточно бедно и достаточно по жестко прошитой памяти. Что это значит? Что в каком-то месте, то есть вот тут написано, что он вызывает некую сущность МБР. Эта некая сущность МБР должна быть расположена в определенном месте на жестком диске. Где же она должна быть расположена? Да, в первых, 512 байтов раздела загрузки. Соответственно, запускается МБР и так называемый первичный загрузчик. И далее происходит стадия загрузки второго загрузчика. Ну, в данном случае выбран граб. Граб — это Grand Unified Bootloader. Если кто-то сталкивался с тем, что захотел поставить Linux параллельно с Windows, скорее всего, он тоже использовал это решение. И, в принципе, знаешь, такой граб. Собственно, здесь можно выбрать, с какого ядра мы грузимся. Соответственно, выбрав соответствующий пункт меню и нажав Enter, начинается грузиться ядро. Грузится ядро. Оно после успешной загрузки запускает самый первый процесс — init. У init'а pit равен единице. Соответственно, мы видим, что до порождения первого процесса init'а порождение процесса как такового не происходит. Да, у ядра pit равен нулю, ну, чтобы, скажем так, не ломать общую картину. Но, в общем и целом, ядро, как само по себе, процессом не является. Оно является так называемым супервизором. Ну, а затем init уже в разных своих вариациях начинает порождать оставшиеся процессы, которые необходимы для инициализации системы, а также для валидной ее работы. Что ж, лирика, в принципе, закончилась на этом месте. Давайте перейдем к свойствам процесса. Начнем с переменных окружений. Собственно, что ж такое переменные окружения? Это внешние именованные текстовые переменные, используемые, запускаемые программами. Я надеюсь, я ни одного важного слова не забыл, потому что они действительно характеризуют как раз-таки переменные окружения. Переменные окружения не может, я не уверен, что не может, но обычно не принято их делать не текстовыми, потому что в Unix он все-таки исповедует подход не только human-readable, но и human-writable для того, чтобы была возможность у пользователя непосредственно из, допустим, того же терминала, из той же самой консоли, менять поведение программ. С этим мы столкнемся буквально через несколько слайдов. Они именованы, то есть каждую переменную можно обратиться по какому-то определенному имени. И они внешне с точки зрения программ, то есть они не находятся внутри кода такового, а передаются, то есть они даже не передаются никак в программу, они находятся в памяти процесса. И программы, выполняющиеся в рамках этого процесса, могут их там использовать. Как же нам использовать переменные окружения в перле? Да очень просто. Есть хэш env, хэш переменных окружения. Как мы видим, что вывод программы, да, вывод программы env очень сильно похож на то, если мы возьмем и тем же самым датадампером распечатаем этот хэш. Ну что ж, теперь разберемся, как мы можем влиять на исполнение программы извне. Вот, например, у нас есть такой сниппет кода. Мы хотим вывести сообщение об ошибке при коде, равном 10. Также мы для справки выведем переменную окружения LCL, это выставленный локаль. И сразу же навесим, как упоминалось в прошлой лекции по Unicode, bin mode на stdout, для того, чтобы Perl не ругался, что мы что-то непонятное ему отдаем в поток данных. Соответственно, при первом запуске мы не выставляем никаких переменных окружения, мы просто запускаем программу, мы видим, что переменная LCL не выставлена, и печатается сообщение об ошибке в локале POSIX. Если мы явно зададим, как я показывал на мастер-классе, переменное окружение на время исполнения данного скрипта, мы увидим, что да, переменное окружение выставилось, но почему-то, почему-то у нас не поменялось поведение программы. Давайте разбираться, почему. Ну, немножечко почесав репу и посидев в гугле, можно обнаружить, что Perl, спасибо ему на этом, не использует переменные локали, если мы не указали это явно в скрипте. Соответственно, вот такую бибяку на каком-нибудь русифицированной убунте можно увидеть, только если явно в своем скрипте написать useLocal. Тогда Perl начнет использовать переменное окружение локали в своих скриптах. По переменным окружениям есть какие-то вопросы? Вот в программе useLocal вроде все прописано, да, при первом вызове программы, почему у нас в итоге no child просто... А потому что мы не выставили переменное окружение локали, и она взяла та, которая сейчас по умолчанию... Да, он не выводит, потому что на самом деле эта переменная не определена при данном запуске. То есть, да, бывает такое, что как бы в этом хэше какого-то ключа может не быть. Банально вы можете изобрести какое-то свое переменное окружение, которое хотите в дальнейшем изменять поведение своей программы. Она может быть не задокументирована, нигде не определена больше, вот это будет конкретное переменное окружение, которое сделано специально для этой программы, специально для того, чтобы менять ее поведение. Дальше интересней, дальше мы будем говорить про сигналы. Собственно, опять-таки, постараемся дать определение, что же такое сигнал. Сигнал — это однобайтовое сообщение для взаимодействия процессов. Ключевое, опять-таки, является слово «однобайтовое», потому что действительно при посылке сигнала из одного процесса в другой просто передается его номер. а номер сигналов помещается ровно в один байт. Удобно? Удобно. Разберем некоторые из представленных сигналов. Собственно, есть сигналы, которые приводят обычно к остановке программы. Это небезызвестный сигинт. Это когда вы нажимаете на клавиатуре Ctrl-C, если вы ничего не перенастраивали, посылается именно сигнал сигинт. По умолчанию он отрабатывает, то есть он терминирует программу, то есть программа заканчивает свое исполнение и программа заканчивает свое исполнение на этом. Есть сектерм. Это сигнал с похожим действием, но с другим кодом. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы, например, по умолчанию все эти сигналы могут работать одинаково. Вот в третьем столбце можно видеть поведение сигнала по умолчанию. Но если вам необходимо какое-то особое поведение при посылке этого сигнала, например, если вы замечали, когда вы нажимаете в ваших программах Ctrl-C и посылаете сигинт, то ваша программа заканчивает исполнение. А тот же самый Shell, когда вы нажимаете сигинт, он перехватывает этот сигнал и не делает ничего. Он предлагает новые приглашения к воду. Также есть сигналы Seqvid и Seagaboard. Они отличительны тем, что они после терминирования программы оставляют снимок памяти, в котором программа закончила свое исполнение. Это необходимо, например, для отладки. Сигналы, которые отвечают за взаимодействие с программой. Это сигнал Seagab. Он используется, когда у вас отключается термин... Ну, допустим, вы работаете удаленно с машиной, у вас терминал отключился и нужно ту машину известить о том, что из этого терминала больше данные не придут. Посылается сигнал Seagab. И Seagpipe. Это когда у вас программа взаимодействует в конвейере. Возможно, с этим кто-то уже сталкивался. Если для кого-то это слова новые, не переживайте, мы разберем это чуть позднее. Когда программа взаимодействует в конвейере, то когда одна из частей, а именно читающая, например, заканчивается в выполнении, допустим, аварийно, то в пишущую программу приходит сигнал Seagpipe о том, что не стоит больше писать в этот дескриптор. Также есть сигналы, которые отвечают, отданы пользователю, на усмотрение и на управление своей программой с помощью их. Это два сигнала, собственно, как они помечены для пользователей Seagpipe. Сиро 1, Seagpipe. Сиро 2. Seagpipe. Сигаларм, позволяющий выставить таймер на выполнение некоторого отрезка кода. Мы его рассмотрим прям очень подробно через несколько слайдов. И сигнал Seagpipe, который извещает процесс родителей о том, что состояние процесса потомка как-то изменилось. Он либо был остановлен, либо терминирован. Также есть несколько сигналов управления самим процессом. Это сигнал Seagpipe, позволяющий остановить процесс. В этот момент происходит снятие всех данных с процессора и отправление процесса в некую спячку. А также сигнал Seagpipe, который нивелирует эти действия, возвращая программу в боевой режим. Следует отметить два важных сигнала. Это сигнал Seagpipe и сигнал Seagpipe. Стоп. Только эти два сигнала не могут быть обработаны самой программой. Все остальные сигналы, на них на всех можно навесить обработчик. Как навешивать обработчик, мы разберемся на следующем слайде. Что же является на самом деле обработчиком? Обработчиком является некоторая функция, в которую приходят данные о том какой сигнал пришел и это поведение можно изменять. Например, самое простое это игнорировать. При игнорировании этого сигнала посылка этого сигнала никак не отражается на работе программы. Можно задать собственный обработчик. Например, как я уже говорил, вам на сигнал сигнт нужно навесить поведение, что у вас программа не прекращает работу, а именно его перехватывает и предлагает новое сообщение к воду. Просто задается либо уже написанная функция, дается ссылка на нее, либо объявляется анонимная функция, ссылка на которую кладется в соответствующее значение хэша, и там проводятся все необходимые действия для того, чтобы программа не заканчивала свое выполнение. Ну, а если, как говорится, вам все это осточертело, можно вернуться к обработчику по умолчанию, и программа будет себя вести так, как прописано в документации по сигналам. Что ж, немножечко поразбираемся с сигналом int и как его обрабатывать. Вот представлен следующий снипет кода. на это мы пока не обращаем внимания, представляем, что это некоторая магия. С этим мы разберемся в секции по файлам. Задаем анонимный callback на сигнал сегинт и запускаем нашу программу в некотором бизилупе. Вот мы с Владимиром, когда буквально вчера сидели и тестировали эту программу, мой ноутбук очень сильно начинал жужжать. Я субережно жал ctrl-c, но ничего не происходило. Что ж, для начала запустим эту программу в фоне. Что значит запуск в фоне? Это когда программа не требует никаких действий с точки зрения пользователя извне. То есть программу можно запустить в фоне тогда, когда она не требует никаких действий. Соответственно, у вас предлагается новое приглашение к воду, как видно здесь. Записывается, что у вас есть некоторая задача под номером 1 с PIDOM 19679. Сразу скажу, что если все-таки в программе понадобится какие-то данные извне, например, прочитать что-то из STDEIN, операционная система посылает данному процессу сигнал STOP, собственно, который нельзя перехватить, эта программа останавливается, и для того, чтобы ее продолжить, я забегу немного вперед, нужно выполнить команду FG. для того, чтобы посмотреть список текущих задач этого терминала, этого процесса, мы можем дать командочку JOBS, она нам распечатает примерно такой список, если задач запущенных в фоне гораздо больше, список будет очевидно длиннее. Ну что ж, у нас все еще находится приглашение к воду, пошлем утилиты KILL, MAN, по которой тут, к сожалению, немножечко прикрыт, сигнал INT процессу 19679. Увидим наше сообщение, и увидим снова приглашение к воду. Компьютер все еще продолжает жужжать, ничего не произошло. Посмотрим, убедились, что в JOBSах все еще этот процесс есть. Что ж, может быть проблема с утилитой, давайте пошлем сигналы из перла. Это сделать можно примерно вот таким однострочником. Сигнатура очень похожа на сигнатуру утилиты, опять-таки отличительная особенность перла. Мы даем системный вызов KILL, номер сигнала и процесс которого послать. Если что-то пошло не так, мы напишем сообщение об ошибке. Все прошло успешно, мы видим снова наше сообщение, проверяем, опять все-таки этот процесс все еще работает. Ну что ж, нажмем ту волшебную команду FG. Эта команда расшифровалась как foreground, то есть мы выводим процесс из background, то есть из режима фоне, мы выводим его в интерактивный режим. Нам напечатали, что вот теперь эта программа в интерактивном режиме, приглашения к ввода уже нету. Мы нажимаем Ctrl-C, то есть прямо из консоли посылаем сигнал сигин. Нам снова пишут сигин кетчет. Повторяем несколько раз, как же победить эту проблему? Очень просто. Пошлем сигнал, который мы либо не обработали, ну а надежнее послать тот, который обработать вообще нельзя, например, 6-stop. Послав 6-stop, мы видим, что у нас терминал выдал информацию о том, что данный процесс приостановлен, и послав ему сигнал kill, мы этот процесс терминируем. Какие вопросы по этому сниппету? Потому что дальше мы пойдем к будильнику. Как вернуть обратно процесс в фоновый режим? Как вернуть обратно процесс в фоновый режим? Нажать Ctrl-Nope из консоли. Но мне для этого нужно сначала получить приглашение к вводу. То есть мне нужно нажать Ctrl-Z. Стоп. Я так понимаю, вопрос про вот эту ситуацию, когда мы находимся в непонятном положении. Я прав? Вот здесь вот. Или можно отсюда продолжать? После Ctrl-Z. Хорошо. После Ctrl-Z мы говорим... После Ctrl-Z. А, после Ctrl-Z. После Ctrl-Z, если мы хотим опять-таки сохранить процесс, мы его останавливаем. он останавливается, у нас снова есть приглашение к вводу. Мы говорим BG на соответствующую задачу. На первую. То есть просто BG? Ну, BG и номер задачки через процент. После этого мы... Программа все еще не работает. Она ушла. То есть она будет в дальнейшем исполняться в фоне, но нам нужно ее продолжить. Теперь нам поможет, собственно, сигнал seccont, о котором мы говорили на первом слайде по сигналу. Комбинации клавиш вам можно послать seccont или нет? Я знаю три комбинации клавиш, которые можно послать сигнал. Это Ctrl-C segint, Ctrl-Backslash это secquit, и Ctrl-Z это secstop. Да, надо дать командочку kill с минус cont и соответствующим процессом. Так, ну что, движемся дальше. Разберем другой пример. Пример с будильником. Есть такая функция Alarm. Это, собственно, просьба операционной системы прислать позже сигалерм в этот процесс. Ну что ж, повторим наш эксперимент. Говорим операционной системе разбуди меня, пожалуйста, через пару секунд. Ну и запускаем снова компьютер немножечко пожужжать. Через примерно две секунды у нас будет выдано сообщение Alarm Clock и процесс завершит свое выполнение. Потому что меня не установили обработчик на сигалерм, а по умолчанию, как это было показано на первом слайде, процесс по сигалерм терминируется. Да, это то, что я повторил на память. Соответственно, вообще можно это все записать однострочником. Более того, есть такая волшебная переменная доллар-вопросительный знак. Она есть не только в перле, ну вернее, скажем, в перл, она пришла из баша. Баша, это переменная, означает код завершения последней программы. Соответственно, вот эти два пайпа образуют собой оператор или в баше. Соответственно, в любом случае, как бы ни завершилась эта программа, у нас выйдет сообщение, с каким кодом завершился предыдущий процесс, то есть процесс перла. Опять-таки, нажимаем Enter, получаем Alarm Clock, и сообщение, что failed со статусом 142. Ну, какое-то магическое число. Да, оно немножечко магическое, но его можно как-то расшифровать. Расшифровать его может следующим образом. Это число состоит, на самом деле, из дизюнкции двух чисел, ну, побитого или. Признак выхода по сигналу это 128, то есть восьмой восьмой байт в этом числе. И 14 это, собственно, сам номер сигнала. Stigalarm имеет код 14. Таким образом, не зная, что делается в этой программе, через вот такой вот хинт можно узнать, как вообще закончилась программа. В разделе завершения процессов Unix мы рассмотрим чуть подробнее, из чего состоит на самом деле переменная доллар-вопросительный знак и по ней можно, например, понять, закончилась ли программа успешной с каким кодом или была она закончена по сигналу и с каким сигналом. Что ж, нам все-таки хочется, чтобы будильник перестал звенеть, но это еще не скоро. Соответственно, навесим свой собственный обработчик сигаларм. Заметим, что мы тут написали local, то есть этот обработчик будет применяться только в этом блоке Eval. Навесили обработчик, запустили аларм на 2 секунды и снова попросили компьютер пожужжать. В случае успеха мы в эту ветку не попадем. В случае срабатывания DIA Eval его перехватят и нас отправят в блок DOO. Ну, собственно, это мы и видим снизу, что мы не отработали за 2 секунды, написали, что мы не отработали за 2 секунды и продолжили. Что ж, ну, на самом деле, вот это очень плохая команда. Она не делает ничего, кроме как заставляет компьютер жужжать. Давайте сделаем что-нибудь полезное. Например, выведем приятное сообщение. Оно печатается гораздо быстрее, чем за 2 секунды. Мы выходим, соответственно, в данном случае из блока Eval, продолжаем выполнение, а дальше просим наш процесс, ну, в данном случае уснуть на 3 секунды, но на самом деле это альтернатива любой трехсекундной работы. Упс, мы снова выпали. Ну, как же так? У нас же зона аларма вроде бы как закончилась. А нет. Надо будильник не только ставить, но и снимать, собственно, как и с обычным будильником. В данном случае мы видим, что у нас уже сработал нелокальный обработчик. Это снова подтверждает, что вот этот обработчик был локализован. У нас сработал дефолтный обработчик, который мы видели на нескольких предыдущих слайдах. Таким образом, немножечко подправив программу, а именно добавив снятие будильника, этой командой будильник снимается, мы завершаем программу успешно. Собственно, теперь мы разобрались уже с порождением процесса Unix, разобрались, как можно модифицировать его работу. Собственно, а что же происходит в конце? Есть ли рай процессов? Ну, на самом деле, есть всего два способа завершения процесса. Это завершение процесса по сигналу, как я сказал в кратком обсуждении переменной доллар, вопросительный знак, и завершение работы процесса по системному вызову Exit. Но стоит заметить одну важную вещь. Это на самом деле попадает в пятерку важных вещей, которые нужно вынести сегодня с лекции. Что процесс после завершения своей работы, он никуда не испаряется. есть такая сущность в операционной системе Linux, как таблица процессов. То есть, как я уже говорил, когда процесс порождается, создается его новая запись с уникальным пидом, также с ней ассоциированы какие-то там дескрипторы и так далее и тому подобное, но важно, что количество процессов в Linux, оно ограничено. Например, я проверял на своей машине, у меня всего 32,5 тысячи. Если мы используем все пиды, все 32,5 тысячи, мы не сможем проводить новый процесс, потому что мы не сможем выдать ему пид. И, собственно, это является одной из проблем взаимодействия процессов, что если один процесс порождает другой процесс, процесс потомок заканчивает свое выполнение, он не убирается из таблицы процессов по одной простой причине. На самом деле это не какое-то издевательство над разработчиками, это, скажем так, благо, которое часто стоит использовать. В процесс, который остается, мы будем его называть зомби, он сохраняет в себе некоторые данные, а именно код завершения и уникальный идентификатор, а также свой статус. Статус процесса Z, что означает, что процесс зомби, то есть он завершил свою работу, но еще не был терминирован. Пид необходим для того, чтобы уникально идентифицировать процесс, потому что если бы процессы просто исчезали из таблицы, на его месте мог бы появиться новый с тем же пидом. Соответственно, если процесс родителей хотел бы узнать, а как там закончился мой потомок, с каким кодом возврата, он бы уже узнавал недостоверную информацию. Соответственно, пока либо процесс родителей не заканчивает свое исполнение, либо пока процесс родителей не узнает, не разберется с результатом выполнения своего потомка, этот процесс будет находиться в таблице истинности, ой, в таблице процессов просто как мусор. Собственно, как я сказал ранее, за информирование процесса родителя о том, что процесс потомок завершил свое выполнение, отвечает сигнал секчайл. Можно его просто игнорировать. И у Перла есть одна замечательная особенность, с которой мы примерно месяца 4 назад с Владимиром столкнулись, что он выставляет вот такой особый флаг в маске. А как я уже сказал, что сигналы, точнее их обработчики, они наследуются во всех потомках. Поэтому, если у вас Перл, не дай бог, выставил вот этот вот, игнорирует обработку секчайлда, в Перле вы вызываете программу, которая спрашивает, никак не изменяет обработчик сигналу и ожидает завершения, то есть есть специальная функция wait-pit, ожидающая завершения процесса потомка, то программа, которая будет потомком вызываемой из Перла программы, послав сигнал секчайлд, заведомо обратит работу программы на втором уровне в крах, потому что wait-pit будет всегда получать минус единицу. В данном случае операционная система, она сразу, то есть она не оставляет, как я рассказывал раньше, процесс в таблице процессов. То есть как только процесс закончил свое выполнение, она понимает, что а, никому не нужен этот секчайлд, сразу вычищу. Вычищает, а оказывается, что в программе хоть о работе, которой мы ничего не знаем. Обработка сигчайлда выставлена и ожидается получения какого-то результата. Так как уже, как говорится, спрашивать не с кого, мы получаем ошибку. Есть обработчик по умолчанию, то есть все работает, как я описал раньше. Процесс превращается в зомби, ждет, пока родитель обработает его статус выхода, и, собственно, ничего интересного. Ну, либо можно задать, например, собственный обработчик. Собственный обработчик в данном случае ждет хоть какого-нибудь своего потомка неблокируемого, проверяет, что он закончился не по сигналу, а самостоятельно завершил работу, и печатает некоторые сообщения об ошибке. Да, собственно, небольшая пасхалка, все понимают, что будет в этом случае напечатано и в каком. А, хорошо, другой вопрос. W-no hang это ключ, которым мы, которым мы системный вызов waitpeat просим не блокироваться в ожидании какого-либо, не блокировать исполнение при ожидании окончания какого-либо своего потомка. просто если мы здесь напишем waitpeat без no hang то у нас в данном случае программа заблокируется пока не завершится хоть один из потомков процесса, в котором задан этот обработчик. Минус один как раз сообщает о том, что должен завершиться хотя бы один, ну, любой. В данном же случае мы работаем, отслеживаем, но не блокируемся. Это работает следующим образом. Оператор x в перле работает как умножение для чисел только для строк. То есть, когда мы хотим напечатать одну и ту же строку несколько раз, мы можем написать эту строку, поставить x и указать количество раз, которые мы хотим ее использовать. Два осуществительных знака, так называемые барабанные палочки, приводят значение долларосуществительный знак ну, скажем так, к булевым значениям, то есть к истине или к лжи. Таким образом, поскольку у нас тут должно быть число, то ложь приведется к нулю. Истинно у нас и так единица. Соответственно, у нас в случае успешного окончания работы процесса будет написано, что просто ripped pit, а в случае неуспешного мы будем также наблюдать значение переменной долларосуществительный знак. Мы уже много раз видели эту переменную в текущей лекции, но еще так до конца не разобрались, что же это. Повторюсь, что это переменная, содержащая в себе код возврата последнего завершенного процесса. Я уже сказал, что из нее можно вычленить много информации. Например, если мы эту переменную по битву сдвинем на 8 разрядов, то мы получим статус, с которым этот процесс закончил свое выполнение. То есть мы можно проверить, во-первых, вот таким вот вызовом, либо тем, что exit статус будет равен нулю, что программа завершилась либо успешно, либо что программа была завершена по некоему сигналу. Это также можно проверить с помощью вот этой вот функции, находящейся в пакете POSIX. Соответственно, чтобы не ломать голову над этими битвами преобразования, можно также с помощью этих функций узнать код возврата, который устанавливается только если, как я уже сказал, в if exited выставлен в true, ну или номер сигнала, который остановился в процесс, который также выставляется только если wif-signaled выставлен в единицу. Таким образом, мы получаем вроде бы как какое-то неведомое число, но из которого мы можем почерпнуть много из того, что бы нас могло интересовать о завершении последнего процесса. Что ж, ну вот мы с вами разговариваем, разговариваем про процессы и думаем, ну все очень здорово, если вы можете взять и все это написать на перле. Например, есть какие-то утилиты, реализация которых представляется слишком сложно, да и к тому же зачем использовать что-то другое, если уже это написано и написано хорошо. например, когда это очень трудно реализуемо на перле, ну и другие причины на самом деле, по которым мы просто не хотим это писать на перле, но мы хотим эту программу исполнять в рамках своей программы. Как это, например, было с LS, например. Мы не знали, как общаться с директорами из перла, мы просто взяли и вызвали стороннюю программу, которая это умеет очень хорошо. Что ж, ну как я уже сказал в начале, QX не всегда помогают. Разберем несколько вариантов исполнения внешней программы в нашем коде. Первый из них это систем. Систем достаточно прост в использовании, на самом деле практически так же просто, как и QX. Мы первым аргументом даем бинар, который мы хотим исполнить, а дальше через запятую аргументы, которые подадим ему на вход. Систем, в отличие от QX, нам вернет код возврата, как раз таки. А поток данных и поток диагностики канут в лету. Ну что ж, запустим эту команду и распечатаем результат. Ну, видим результат, который пришел к нам на консоль только потому, что у нас вывод вот этой программы будет ассоциирован с нашей консолью. и также результат работы программы. Что ж, а если что-то пошло не так, как я уже сказал, у нас можно диагностировать это по коду возврата. На самом деле, вот эта переменная $res, она в точности совпадает со значением переменной $ упростительный знак после неудачи, ну, после вообще любого выполнения системы, предшествующей вот этому вот оператору. Соответственно, тут видно, что да, мы опечатались. Но когда мы опечатались, у нас результат будет равен минус единице, потому что программу никто не, программа не завершила, она, ну, как бы, не начинала исполняться, программу никто не убил по сигналу. Минус единицу нам, на самом деле, отдал shell. Он просто не нашел такого файла, чтобы его запустить. Ну, вот он, собственно, об этом мы и написали. Что ж, что делать, если, например, мы из перла со следующими аргументами вызовем просто die. Перл у нас на машине есть, но die заканчивает работу перла с некоторым кодом, который у него указан. По умолчанию этот код равен 255. Собственно, мы попадаем в эту ветку и в эту ветку и печатаем, с каким кодом у нас вышел перл из данного процесса. Если мы просто хотим завершить выполнение программы с любым кодом, то мы можем явно в перле это указать. Вызываем системный вызов exit со значением 7, и у нас все в той же ветке кода печатается, что у нас процесс вышел с кодом 7. Что ж, мы разобрали, как мы можем исполнить другой код. а что если мы хотим не просто исполнить другой код, а именно заменить полностью выполнение одного из процессов. то есть, подменить программу, ассоциированную при порождении процесса, то есть, при форке, другой программой. Ну, собственно, мы паркаемся, у нас мастер будет говорить, что он породил такого-то потомка, будет его ждать, чтобы у нас ничего не произошло, и напечатает, когда дождется его, поскольку вызов блокирующий, когда он пойдет дальше. Потомок у нас пока что печатает только свой пит, и то, что он является порожденным потомком. Что же нам нужно подставить? вместо двух комментариев для того, чтобы текущая программа подменилась другой. Есть такой системный вызов exec, который, как я уже намекал, просто заменяет исполняемый файл в процессе потомки текущей программы на программу, которая указана первым его аргументом, а также остальные его аргументы. Если у нас exec не удался, то есть что-то пошло не так, мы выведем сообщение об ошибке, и что важно отметить, после вызова exec мы в дальнейший код уже не вернемся. Ну, собственно, по причине, которую я сформулировал, что мы подменяем код одной программы кодом другой программы, соответственно, этого кода в процессе уже больше нет, есть только код бинэхо. Ну, таким образом, если мы посмотрим на вывод этой программы, мы увидим, что у нас породился процесс 1990, он распечатал эхоаркс, то есть сделал ровно то, что его просили, родитель его дождался, напечатал, что он готов идти дальше, и вышел в конец программы. Как я уже сказал, заменяется только исходный код программы. Процесс остается тем же самым, что мы и породили. Это можно легко проверить. Распечатаем с помощью перла, какой пит у нас получился после экзека. Он у нас сохраняется. Ну, тут можно начать говорить, что вот там это ж перл, вы по-любому используете какую-то магию, но не в этом месте. Воспользуемся чем-нибудь другим, например, руби. и убедимся в том, что мы никого не обманываем здесь. Первый все делает по-честному. Что ж, на этом обзор такой процессов закончен. Остались ли какие-то по ним вопросы? Если нет, я предлагаю сделать перерыв и продолжить уже по файлам. Так, ну, тогда еще раз быстро пробежимся по основным пунктам. у нас процесс это программа в памяти, которую породила ядро операционной системы, имеющая некоторую методу информацию. Самый важный из них является неизменяемый уникальный идентификатор процесса, по которому мы можем с ним работать. Мы рассмотрели переменные окружения, ими можно очень просто менять управление командой, но только при ее запуске. сигналы мы можем менять в любой момент, пока программа не закончила свое исполнение, потому что зомби процесса сигналы не принимают, они уже закончили свое исполнение. Соответственно, зомби, как говорится, нельзя убить, он уже мертв. Процессы зомби, они порождаются после терминирования исходного, ну, после того, как закончилось выполнение исходного кода, но процесс еще не терминировался, они занимают место в таблице процессов, это место имеет свойство заканчиваться. Также есть системный вызов в экзек, которым можно подменить полностью выполнение текущей программы, и системный вызов в систем, которым можно просто попросить выполниться внешнюю программу. Итого, первые полтора часа лекции за две минуты. По поводу зомби, получается, что процесс находится в памяти, и никаким образом не взаимодействовать с сигналами, то есть его нельзя. Да. Он уже не процесс, в том понимании, он уже не здоровый процесс, назовем его так. То есть его как бы убить нельзя? Да. Он не реагирует на сигналы, его нельзя убить, он уже мертв, он зомби. Либо убить родителя, но в случае, когда это сделал процесс init, слава богу, он обрабатывается к чел, то да, перезагружаться. Как-то извне можно, допустим, очищать эти процессы уже, которые встают в сезон, допустим, мы знаем, только если если умер процесс родителя. Процесс родитель заканчивается в выполнении раньше, чем процесс потомок. То все процессы потомки становятся, у всех процессов потомков родителям становится init. Вот, собственно, первый процесс с пидом 1. Во-первых, он обрабатывается к чайлд. Собственно, это одна из причин, по которой у нас, когда умирает родитель, также умирает все его дочерние процессы. Руками нет. То есть, как бы, только путем уничтожения родителя. Что ж, во второй части мы будем рассматривать файловые объекты. Почему этот раздел так странно называется? В Unix нельзя назвать все файлами, но интерфейс работы с каждой сущностью, которую мы обозвали файловый объект, очень сильно похож. Собственно, ну, начнем с самого простого, с наших обычных файликов. На самом деле, вы уже с ними отчасти работали. Например, это с точки зрения, опять-таки, интерфейса, это поток ввода, поток вывода и поток диагностики. Теперь научимся работать с файлами, которые расположены непосредственно на файловой системе. Как открыть файл? Открыть файл можно очень просто вот таким вот системным вызовом Open. дальше мы уже привычным способом, заменяя STDI на переменную файлового манипулятора, который мы получили в случае открытия, считываем некоторые данные. В скалярном контексте мы получаем одну, все данные одной строкой, закрываем файловый манипулятор, потому что у нас их, как и количество процессов, ограниченное число, ну и выведем, что же мы напечатали. Запускаем эту программу, выводим, нам говорят, что, мол, что-то пошло не так. Ну, когда обычно Варм печатает такое сообщение, значит, мы распечатали Undef. Что-то пошло не так. Почему Undef? Мы же вроде бы открыли файлик, почитали из него, закрыли файлик, потеряли точку с запятой, распечатали, распечатали содержимое. Что пошло не так? Мы не проверили результат, который нам вернул ни open, ни close, получили вот такую бибяку. Не надо так. Правда. Результат каждого системного вызова должен быть проверен. Открыли файлик, проверили, что файл открылся. Он может не открыться не только потому, что его нету, может на нем стоить какие-то не те права, с этим мы разберемся позднее. Может быть он занят каким-то другим процессом. Когда вы обращаетесь к системе какой-то привилегированной операции, всегда проверяйте, что система все-таки сделала в конце. А сделать это можно следующим образом. Вот такая вот стандартная для перла идиома либо открой, умри. В случае клоуза нам в общем и целом не особо важно закрылся этот дескриптор или нет. Это уже проблема операционной системы, что у него не хватит дескрипторов. Но хорошим тоном будет, если мы уведомим во-первых самих себя, что что-то пошло не так и этот файловый манипулятор не закрылся. Теперь запускать программу мы видим, что no such file в директоре на вот этой строке. Что ж, я уже про следующий раздел говорил немножечко про на лекции по Unicode. Тут мы разберем это немножечко подробнее. Соответственно, есть такие вещи, как перловый backend. Это некоторые слои, которые мы можем поочередно накладывать на файловый манипулятор. Для чего это нужно? Например, нам нужно читать сырые данные, чтобы у нас наш перловый скрипт, который работает, например, в UTF-8, поднимая данные с диска, считал их не строком UTF-8, а просто сырыми бинарными данными. Об этом свидетельствуют собственные названия. Если у нас обратная проблема, что мы работаем не в кодировке UTF-8, но файл находится в кодировке UTF-8, мы хотим получить строку в кодировке UTF-8, мы просто тут вместо 2.ch.ro укажем слой UTF-8. Также есть некоторые слои, которые, скажем так, ускоряют работу, ускоряют взаимодействие процесса с диском. Например, это слой PerleO, это родной нативный слой в Perle для чтения и записи файлов. Например, кто знает отличие, если кто-то писал на C системный вызов read от функции fread. Окей, отличие следующее в том, что системный вызов черпает данные из буфера самой операционной системы. Он не содержит никаких буферов внутри. Функция же fread реализует некоторую буферизацию внутри себя, соответственно, читая заранее чуть больше данных из буфера операционной системы, сохраняя его в своем буфере. И уже если пользователь запросил необходимый кусок данных, который у меня уже есть в буфере, мне не нужно обращаться к операционной системе. Я могу просто отдать их своего буфера. Примерно так же работает и Perl.io. Соответственно, буферизируя большими мазками из буфера операционной системы и выдавая данные сильно быстрее. Есть слой encoding. В скобках можно указать соответствующую кодировку. То есть, когда у вас файл, например, в кодировке не tf8, а в каком-нибудь cp12.51, вы говорите, я хочу читать этот файлик, но он закодирован в cp12.51. И поднимая этот файлик, вы уже будете декодировать данные, то есть, вы будете декодировать данные в момент чтения. Это очень тяжелый слой, но очень хорош, когда он действительно необходим. Также есть псевдослой POP, он позволяет убрать последний слой, то есть, указанный последним из цепочки слоев. Эти слои можно стакать, собирать в цепочке как угодно для достижения лучшего интерфейса или быстродействия. Я раньше приводил чтение с помощью оператора Diamond. В Перле также есть две функции, документация очень плохо видно здесь, к сожалению, две функции read и sysread. Работают они аналогично функциям fread и read. То есть, read у нас имеет под собой, ну, то есть, он реализует функцию fread, sysread реализует функцию, реализует системный вызов read. В данном случае, в принципе, все равно, какой из них использовать, была выбрана sysread. Собственно, как читать из файла? Открываем файл, получаем файловый манипулятор. Из этого файлового манипулятора мы говорим, что мы хотим в буфер буф прочитать вот столько-то байт. И, как я уже раньше говорил, обязательно проверяйте, что вам вернул системный вызов. В данном случае, он вам вернет количество прочитанной информации. То есть, мы попросили прочитать 4 килобайта данных. Дальше, мы говорим, что если у нас read равен undef, у нас чтение не удалось, по какой причине будет содержаться переменный долгий сосредственный знак. Если у нас read равен нулю, значит, это либо, что файлик, ну, файлик либо пустой, либо мы дошли до конца файла, что в общем и целом одно и то же с точки зрения интерфейса. Ну, либо мы просто распечатываем, что мы прочитали несколько байт и распечатаем сам буфер. Если мы прочитали байт отличный от нуля. Ну, вот мы берем файлик one file, он содержит следующий текст, мы его читаем нашим скриптом, ну, и сообщаем пользователя о том, что мы прочитали 16 байт и выводим буфер. Повторюсь, что очень важно как в работе с файлами, так и в работе с другими файловыми сущностями проверять результат возврата после рида и после райта. Что ж, коль я сказал о райте, перейдем к записи в файл. Запись в файл делается абсолютно симметрично. мы открываем файл уже на запись, то есть опять-таки используют такие мнемонические аналогии, когда мы заметили, что когда мы открывали файл на чтение, мы открывали, как бы стрелкой говорили, что вот этот файловый манипулятор, пожалуйста, отдай содержимое этого файла. При записи мы делаем обратную картинку. Вот, пожалуйста, из этого файлового манипулятора пиши, пожалуйста, вот в этот файл. Собственно, мы открываем файлик, начинаем писать, проверяем, сколько записано. Если у нас произошла ошибка, мы говорим, что мы потерпели фиаско и не смогли ничего записать в файл, если у нас записалось гораздо меньше, чем мы просили, мы напечатаем, что что-то потерялось в процессе записи и покажем отношение текущего значения записанного от желаемого. Ну, или просто напишем, что мы записали столько-то байт и выведем сам буфер. Собственно, результат на экране. Мы запустили нашу программу и теперь one-файл у нас содержит следующий текст. Также есть метод до записи в файл, то есть, когда мы указываем две угловых скобочки, мы говорим записывающим файл манипулятору позиционироваться на конец файла и все дальнейшие преобразования записывать в его конец. Если у нас файл не будет, то у нас создаться новый файл. В этом же случае я не упомянул, что при данном открытии, если файла нет, он создаться, а если файл есть, то он обнулится. Ну и проведя те же самые манипуляции, мы видим, что у нас добавилась одна строчка ровно в конец. Есть еще много полезных функций по работе с файлами, например, SIG, обеспечивающая позиционирование в определенном месте файла TEL, которая как раз сообщает позицию текущую файлового манипулятора файля, функция ENDOF файл, которым можно узнать, дошли ли мы до конца. BIN mode у нас, как уже показывалось на предыдущей лекции, устанавливает кодировку манипулятора, автофлаж убирает буферизацию при записи, то есть мы сразу все данные, которые мы получаем файл манипулятора, идем писать. Unlink Rename вам уже должны быть знакомы по домашним заданиям, Truncate собственно обнуляет файлик, то есть вызывая Truncate на файл, вы уменьшаете его размер до нуля и обновляете время модификации. А Stat это такая великолепная функция, дающая расвернутую информацию о файле и я оставил ее на десерт. Есть какие-то вопросы по работе с файлами? Я просто учел отзывы и постарался показать больше примеров и меньше теории, потому что всю ее в принципе можно найти в документации. Что ж, тогда пойдем дальше. Где же у нас хранятся файлы? Файлы у нас хранятся в директории. С точки зрения интерфейса это те же самые файловые объекты. Конечно, я вам наврал, интерфейс немножечко другой, но очень похожий. Для того, чтобы создать директорию, есть заимствованный из баша вызов Мкадир. Опять-таки проверяем результат его выполнения. Мы можем создать директорию в текущей, мы можем уже созданному пути создавать новые директории. Однако, как мы видим ниже на этом примере, эти шаблоны, в отличие от баша, не раскрываются. То есть все, что передано, неважно в каких кавычках, все, что было передано на вход параметру Мкадир будет интерпретировано так, как оно передано. Ну и немного печально в том, что Мкадир не создает вложенные директории. Если часть пути отсутствует, как это видно здесь, Мкадир завершится с ошибкой. Ну и проверив результат, мы убедились, что директория one и директория со странным названием, с фигурными скобками созданы. Как же работать с содержимым директории? Можно все продолжать вызывать QX на ls, а можно открыть файловый манипулятор на эту директорию и просто с помощью оператора Reddir, с помощью функции Reddir вычитывать оттуда данные. Ну, видно, что запустив эту программу, мы распечатали обязательные директории точкой и две точки, и единственная директория, которую мы создали по этому пути. Не забываем закрывать файловые манипуляторы, потому что они ничем отличаются от файловых манипуляторов на файлы и имеют свойство заканчиваться. также работа содержим директории можно с помощью глобов. Это несколько удобней. Во-первых, на это не уходит явная работа, не отводится явная работа с файловыми манипуляторами. Во-вторых, как вы заметили в выводе этой программы, у нас отсутствуют директории точки и две точки, потому что вот этот как раз-таки уже паттерн раскрывается как шельный паттерн, и точки и две точки под этот паттерн не попадают. Для директории, к сожалению, не так много функций осталось, как для файлов. Это функция замены, то есть перехода директории, замена текущей рабочей директории. Это функция удаления ее. Можно спросить, на каком файле при реддире мы сейчас остановились, и также спозиционироваться на какой-то определенный файл. Это позиционироваться, то есть мы итерируемся по директории. И, например, мы хотим на каком-то среднем файле проитерироваться, еще раз с него пройтись по директории. мы запоминаем его, делаем на него сик и продолжаем итерирование. Отличительным моментом реддира является еще то, что порядок файлов не гарантирован. То есть при разных запусках реддира мы можем получить различный порядок этих файлов. Да, вот у нас при вызове скрипта реддира вот one с точкой и one с двумя точками это текущая получается и предыдущая. Да, текущая и родительская директория. Так работает. Просто на самом деле все очень достаточно просто если знать как работают паттерны. В линуксе файлы начинающие с точки считаются скрытыми. Когда мы делаем какие-то операции со звездочкой подразумевается что скрытые файлы мы трогать не должны. Этот файл начинается с точки и этот файл начинается с точки. Паттерн звездочек. Мы скрытых файлов не получаем. То есть если бы тут находился файлик точка hrc мы бы не получили в этом выводе. Дальше еще интереснее. Каналы. В перле к сожалению нет возможности из коробки нет возможности создать именованные каналы поэтому начнем с неименованных. Что на самом деле такой канал? Представьте очень просто. У вас есть в переводе с английского pipe это труба. У вас есть труба в один конец вы данные подаете и с другого конца вы данные вычитываете. Собственно при вызове pipe мы передаем ему две переменные в которые соответственно будут положены манипулятор на чтение и манипулятор на запись. Если это не удастся мы опять-таки задаемся. В манипуляторе на запись мы сделаем автофлаж. я уже сказал об этом чуть раньше и пообещал сказать это в части про процесса когда мы переменную dollar pipe присвоили единичку. Это ровно то же самое что сделать на файл манипуляторе вот эту операцию. Собственно мы порождаем новый процесс. В родителе мы закрываем дескриптор начения потому что он нам не нужен родитель будет давать данные своего потомку данные получать он никаких не будет. Соответственно он печатает какую-то информацию в консоль и печатает в манипулятор на запись какие-то данные закрывает манипулятор на запись чтобы дескрипторы не утекали и ждет завершения работы своего потомка. Потомок в случае ну то есть эта ветка в случае невозможности породить новый процесс складывать всю программу если же процесс все-таки породился мы закрываем манипулятор на запись потому что он нам не нужен процесс потомок родителю ничего в данном случае писать не будет считываем из дескриптора информацию выводим какую-то информацию на экран и выводим информацию на экран о том что мы прочитали закрываем дескриптор выходим вывод будет примерно такой с точностью до пида соответственно данный пример не означает что только мастер может писать своему слоеву то есть можно открыть еще один пайп направить его в другую сторону чтобы какие-то данные процесс потомок передавал процессу родителя но одновременно они туда писать не могут по одной простой причине от этого не будет смысла то есть очевидно если у нас и этот процесс и этот процесс будут вычитывать данные из пайпа то есть вероятность того что сам же процесс родителя прочитает данные которые он записал в этот пайп также есть вперед вот такая хитрость когда мы не явно порождаем процесс но все-таки его порождаем с помощью вызова open можно удивиться как же так open возвращает файловый манипулятор а в данном случае он будет возвращать пит ну вперед так захотели и так сделали соответственно прочитать это можно примерно следующим образом мы в этот файловый манипулятор через пайп будем отдавать поток данных вот этого вот процесса то есть под этим open происходит картина примерно вот такая же соответственно для примера мы вычитываем уже в списковом контексте данные с манипулятором мы читаем их по строкам соответственно и печатаем тоже по строкам и вывод почему-то не соответствует тому что мы здесь получили у меня есть подозрение почему но с точки вот этого префикса будет напечатано ровно вот это можно повернуть трубу в другую сторону и соответственно на вход какой-то другой утилити внешний подать какие-то данные из нашей программы также отмечу что здесь есть функция select она позволяет на все на следующие на все следующие операторы распространить следующее правило что когда мы пишем say мы пишем не в поток по умолчанию то есть поток данных а будем писать вот этот файловый манипулятор соответственно явно не указывая здесь файловый манипулятор f мы будем все же в него писать таким образом на выходе этой программы мы получим что лучшая операционная система в мире это гну линукс по каналам есть какие-то вопросы почему у нас в итоге else выполнился у нас первый вроде как ну fork произошел так fork произошел да а дальше почему так возвращаемся к тому как порождается процесс в чем хорошо первый вопрос в чем была бы разница если эту строчку вынести на строчку выше а тут явно проверить пит на равность нулю на отличие от нуля то есть как работает эта инструкция мы порождаем процесс новый и результат складываем переменную пит в if сравнивается то что у нас пит отличен от нуля как это делается тут это немножечко неявно результатом операции присваивания является значение которое мы присвоили в переменную в процессе родителей это значение будет отлично от нуля и поэтому мы пойдем по этой ветке if в процессе потомка начиная выполнение после оператора fork мы после функции fork мы продолжим выполнение по ветке else просто потому что у нас speed будет равным нулю да это немножечко непривычно и неявно видно что слова после fork программу продолжается выполнение со следующей инструкции одинаково когда у нас в общем и целом следующей инструкции является close то есть у нас происходит fork и инструкции подождается не оператор перла а инструкции с точки зрения перловых хоп кодов там сишного кода и так далее ну то есть уже более низких сущностей почему почему гнулинукс мы же делаем почему гнулинукс как работает утилита grep линуксовая знаете хорошо линуксовая утилита grep так я хотел сказать что линуксовая утилита grep работает очень похоже с перловой функцией grep потому что собственно первая была заимствована именно оттуда ключик минус f дает нам точное сравнение то есть обычно если мы не укажем ключик f grep попробует тут использовать регулярные выражения причем не самые лучшие ключик минус f условно явно хардкодит что здесь у нас ничего не нужно интерпретировать как мета символы таким образом тут понятно что происходит мы пишем построчно что каждый из этих номинантов является лучшей операционной системой подаем пишем это в стандартный вывод потому что это гарантирует вот этот модификатор опена и подаем это на стандартный вход grep то что мы подаем на стандартный вход grep будет соответственно фильтроваться freebsd подходит под фильтр нет macos подходит под фильтр нет данный текст тоже под фильтр не попадает то есть мог случиться такой казус что если тут бы если бы вместо линукса поставили бы best то все три строчки были бы выведены вертикальные черта и минус ну примерно так же мнемонически как в случае с угловыми кавычками в какую сторону направлен минус в какую сторону направлен минус туда и в ту сторону и будут отдаваться данные то есть в данном случае писать будет вот этот процесс этот процесс будет читать ну то есть будет читаться из этого файлового манипулятора в данном случае в этот файловый манипулятор будет писаться этот процесс будет читать данные да да вот в этом случае получается это аналогично башевскому да это ровно он и есть почему написано так а не иначе есть еще очень неполезный вариант опена с двумя параметрами в котором собственно модификатор открытия входит в вот эту подстроку но скажем так в некоторых случаях это может закончиться неудачно поэтому был изобретен метод с тремя параметрами который является более безопасным соответственно просто пайп поставить нельзя потому что непонятно в какую сторону писать и в какую сторону писать нам подсказывает минус перед или после нее на вопрос я ответил да отлично больше вопросов по каналам нет так ну теперь самое интересное это специальные специальные файловые системы если вы нажмете на своих виртуалках команду ls slash вы получите много директорий некоторые из них такие как бин usr етк будут являться реальными директориями на файловой системе а некоторые из них например как прок как таковой файловой системы на диске не является но для унификации интерфейса работы с прок с проком была сделана вот такая псевдо файловая система эта псевдо файловая система содержит информацию о структурах ядра что-то мы там можем найти например мы можем найти в проке под директории с номером процесса соответственно там будут находиться различная информация с его состоянием буквально через пару слайдов мы увидим как ее можно использовать примером является файлик стат это статус процесса там в одной строке разделенной пробелами расположены различные данные например количество выделены памяти состояние процесса да то есть вот эта буковка z или r в случае ранен имя исполняя его бинарника его пит пит его родители и прочие данные но для людей чтиво из одной строки разделенной пробелами не является особо читабельным поэтому придумали другой файлик который больше подходит как раз таки там для грепа для просто просмотра его глазами там содержится вся та же информация но в виде ключ значения также есть такая сущность как прокселф это символьная ссылка на для директории на директорию текущего процесса то есть если вы попробуете перейти по этой ссылке в различных процессах она будет ввести в разные директории опять таки это сделано для того что если вы хотите почитать информацию по какому-то определенному процессу внутри него вы можете это сделать не узнавая его пит и переходя непосредственно по конечной директории а можно сделать это через символьную ссылку такие примеры что в проке не только директории у нас находятся содержится файлик mem.info это статистика использования памяти во всей системе и прок модуль это список загруженных модулей ядра что ж как мы можем использовать эту информацию например вот так для начала мы пойдем и посмотрим о чем я и говорил а какое же максимальное значение процесс ID у меня на системе для этого это все хранится в специальном файлике в проке идем открываем его читаем в пидмакс лежит максимальное количество процессов в данной системе ну недолго думаю его закрываем чтобы не забыть это сделать потом и не тратить дескрипторы ну а дальше мы проходимся по всем пидам с единицы до максимального и смотрим если у нас есть такая директория вот про этот ключик мы поговорим в следующем разделе сейчас я только скажу что он проверяет наличие директории прок пид если у нас нет такой директории мы переходим к следующему пиду зачем нам уже тратить время если мы нашли такую директорию мы идем открываем файлик стат про который мы говорили на предыдущем слайде читаем из него обрезаем лишний вайспейс по краям а дальше берем и по определенному формату выкусываем из него данные например в данном случае мы сначала строки забрали цифры которые являлись пидом а дальше забрали все что было в скобках это было собственно название исполняемого файла данного процесса закрываем дескриптор переходим к следующей итерации ну я тут представил только три это систем D и еще какие-то другие процессы ядра собственно прок является исчерпывающим хранилищем информации по всей системе если что-то не вытащено в переменные в системные вызовы это все можно найти в проке по нему есть вопросы какие-то так отлично поехали дальше но не проком одним файловой системы псевдофайловой системы живым собственно следующее псевдофайловой системы это DFFS это псевдофайловой системы с информацией об устройствах но не скажем так о физических устройствах а скорее о драйверах например вот таким устройством именуется устройство псевдотерминала на системах которые мы рассматривали то есть возможно есть система где используется неканоническое название данных устройств устройство жесткого диска принято обозначать вот так дальше мы рассмотрим несколько устройств которые есть на всех Unix подобных системах и они на самом деле физически им не соответствуют никакие физические устройства то есть это псевдоустройства в псевдофайловой системе DFFNAL возможно кто-то уже с ним сталкивался это специальное устройство запись на которую всегда запись в которую всегда заканчивается успехом а чтение эквивалентно получению end of file DFFZERO очень похоже на DFFNAL правда 0 байты заменяются чистыми нулями нет я вас обынул он как раз и является источком нулевых байт DFFRANDOM это генератор случайных чисел а DFFRANDOM это генератор псевдо случайных чисел по опыту рекомендую использовать вот этот потому что в этом имеет свойство заканчиваться числа что ж поработаем немножечко с DEV этот пример может немножечко взорвать мозг но я надеюсь этого не будет собственно делаем автофлаж как я показывал это на первых слайдах открываем через pipe вызываем через pipe команду TTY это команда которая говорит которое какое устройство у нас ассоциировано с данным процессом вот тут мы его выведем собственно мы вычитываем данные из этого pipe закрываем descriptor выводим нам сказали с данным потоком вывода ассоциирован устройство терминала вот такое устройство псевдо терминала ну что ж откроем его и начнем в него писать например посрочно напишем в него USPERLUDIY что мы получили кажется что магия какая разница я бы распечатал это обычным сэем или написал бы это в TTY но обычный сэй это бы отдал на ваш поток данных который просто ассоциирован с этим псевдо терминалом а тут я написал непосредственно в устройство то есть на самом деле можно закрыть открыть TTY написать в TTY и вы это увидите на экране вы пишете непосредственно на экран а не на поток вывода это именно TTY это делает нет это делает вот этот оператор то есть TTY мы узнаем какое устройство ассоциировано с данным потоком вывода забираем его открываем его как файл и пишем него то есть правильно как Владимир сказал что если закрыть TTY вообще здесь то результат будет таким же так ну и как я обещал самое сочное наконец есть две функции это STAT и LSTAT одна работает с файлами другая работает с файлами но которые лежат за символьными ссылками это функция которая нам дает обширное знание о том или ином файле останавливаться здесь смысла я не вижу поэтому предлагаю остановиться на том что называется правами доступа именно на втором параметре состоят они примерно из следующего это 16 байт 16 бит 9 из них отводится под непосредственно сами права доступа вы могли их видеть когда делали Ls-L и у вас выводили странные буквы rvx rvx в разных сочетаниях есть три бита отводящиеся под setuitbit setgitbit и stickybit а также четыре бита отводящиеся под тип объекта сейчас мы про каждый поговорим собственно начнем с типа объекта есть postex функции которые нас не заставляют мучиться с вот этими бинарными масками а сразу отдают результат true или false таким образом вот в комбинации первых четырех бит такой мы получаем что это обычный файл в комбинации первых четырех бит вот такой мы получаем что это директория список представлен вот здесь вот что как это все трактовать то есть все вот эти минусы выдачи лидирующий минус выдачи листинга директории трактуется как файл д как директория но остальное тут тоже написано также информацию по файлу можно как я уже сказал не postex а fkntl можно использовать специальные функции из fkntl например проверить что файл является регулярным файлом то есть обычным файлом директории является очередью что файл можно писать или что файл можно исполнять это что касается первых четырех бит теперь разберем последние девять это соответствующие биты на чтение запись и исполнение бит чтения позволяет процессу соответствующим который был запущен соответствующим пользователям читать этот файл бит записи писать него бит исполнения он как таковым правом не является он скорее предоставляет возможность этот файл запустить соответственно если на этот файл не стоит бит x скорее всего он там и не должен стоять если смотреть по группам то в Unix принято делить группы вот эти следующим образом первые три бита относятся к правам доступа владельца файла то есть у каждого файла есть свой владелец соответственно владелец а также есть его группа у владельца есть группа но группа отличается от как такового владельца тем что в нее может входить несколько человек соответственно следующие три бита как раз мы относим к группам а оставшиеся три бита мы относим ко всем окружающим таким образом задавая определенную маску мы по сути дела даем права себе условно своим коллегам друзьям и всем окружающим как либо работать с этим файлом ну про коллег и окружающих я конечно сказал чтобы упростить это все на самом деле уид то есть user id и group id это такие понятия в unix которые присущи процессу поскольку каждый процесс запущен кем-то то есть у процесса есть владелец тот кто его запустил или чей процесс его породил а также у файла есть владелец таким образом если владельцы у файла и у процесса совпадают то считается что этот процесс является владельцем этого файла если у процесса не совпадает user id но совпадает group id то считается что этот процесс находится в группе пользователя владеющего этим файлом если и это не совпадает то считается что процесс относится ко всему оставшемуся миру но эти правила можно немножечко обходить например таким хорошим примером является утилита ping пакеты низкого уровня об этом будет говориться на следующих лекциях может отправлять только привилегированный спасибо пользователь на системе или же сама система ping же позволяет эту ситуацию обойти потому что иногда обычному смертному пользователю не имеющих никаких привилегий на этой машине нужно как-то понять а машина вообще в той сети или не той сети на ней выставлен вот этот бит сетуидный что это значит что при запуске программы если выставлен на ней сетуидный бит на право владельца на право его исполнения можно немножечко прикрыть глаза то же самое с отгидным битом а стики бит нужен для работы во временных директориях чтобы неким образом обезопасить свои файлы ну и вот мы вернулись к тому что мы видели несколько раньше вот наш ключ минус d который мы проверяли что путь является директорией и этот ключ не один их целая куча их всех можно найти в документации минус x это специальные операторы перла которыми можно быстро проверить является ли файл доступным на чтение доступным на запись исполняемым содержится он вообще на системе тип файла проверить а также является ли он блочным устройством или символом ну и тут собственно представлены некоторые примеры использования их например binbash является исполняемым файлом tmp является директорией dev null является как раз таки символьным устройством поэтому можем в него и читать и писать а devsda является блочным устройством поэтому в него напрямую через дескриптор мы писать не можем не через дескриптор поправлюсь а напрямую через устройство devsda то есть нам необходимо ассоциировать дескрипт манипулятор с некоторым файлом на этом диске при создании директории и при создании файла при вот таком вот его открытии если не задано иного при создании директории при создании файла на запись мы не можем к сожалению сдавать права если не сказано иного то мы создаем файл с правильным по умолчанию для обхода этой ситуации есть соответствующая функция у маски как она работает вот как я уже сказал есть некоторые значения по умолчанию для создания файла это 0.66 соответствует что все могут читать и писать этот файл директорию также выставлен bit.x для того чтобы можно смотреть ее содержимое ну а мы хотим создать файл для который читать и писать должны только мы пользователи нашей группы могут его только читать а весь остальной мир даже его не может прочитать соответственно мы задаем негативную маску работающую по следующему принципу и задав эту маску при открытии файла файл уже создаться не с правами по умолчанию а с теми правами которые мы задали с правами которые будут получены путем данной операции дефолтных прав и прав заданным маском в директории я уже сказал явно можно задавать права таким образом в данном случае у нас заведется директория с правами по умолчанию в данном же в следующем случае у нас заведется директория с правами которые мы задали не забываем про вот этот нолик, потому что все права сдаются восьмеричной системе счисления. Если мы укажем тут 700, то получим полную билиберду, которая будет… мы получим от 700 последние 16 бит, которые будут соответствовать не совсем тому, что мы ожидали. Ну, если кому-то не нравится такая аннотация, можно явно приводить 700 в восьмеричный бит. Ну, и ниже показан тот пример с умаском, который я рассказал чуть ранее. Когда мы заводим директорию, она заводится с теми правами умаска, которые мы написали. То есть умаск сильно приоритетнее, чем права, которые мы задали в МКД. Не раз уже мы говорили про символьные ссылки. Это такие файлы, которые просто… Имя которых ассоциировано с именем другого файла. Создается она вот такой вот функцией simlink. И если мы попытаемся вывести вот этот файлик, то выведет содержимое файлика one file. Есть такая неочевидная вещь, как жесткие ссылки. Если символьные ссылки — это сущность файловой системы, как некоторого структурированного дерева, то жесткие ссылки — это сущность файловой системы, как разметки на диске. То есть вот у нас есть в файлик one file. Мы посмотрели его содержимое. Создали жесткую ссылку такой функции. Если мы добавим ключик минус i в вывод ls, то мы увидим, что и ноды, то есть идентификаторы файлов в файловой системе, у них совпадают. Количество жестких ссылок, то есть вот эта вот чиселка, у них возросла. Время модификации одно и то же. И при изменении файла other file, ассоциированного one file с помощью жесткой ссылки, мы увидим, что изменился также первый файлик. То есть символьные ссылки — это ссылки на уровне древовидной файловой системы, то есть файловой системы, как дерево. Жесткие ссылки — это ссылки на уровне диска. По всем пройденным темам. В общем и целом, как видно, все есть в перле из коробки. Но люди умудряются находить что-то в этом сложное и пишут для этого специальные модули. Самым полезным, на мой взгляд, является Possex, потому что он предоставляет более полный набор функций для взаимодействия с файловой системой и с процессами. Есть некоторые вспомогательные функции, которые имеют более упрощенный интерфейс. Например, функция из данного пакета позволяет создавать как раз директории, которые не имеют в своем пути созданных директорий. Ну и самое интересное, как всегда, — это домашнее задание. Цель — это научиться работать с локальной файловой системой, а также создать набор объектов для файлового сервера. Что же нужно делать? Нужно сделать класс, который представляет собой хранилище, не удаленное, а поверх некоторой директории. Требуется реализовать следующую функциональность. То есть, как и в предыдущем задаче, работать с произвольным именем объекта, проверка выхода за границей директории. То есть, если у нас директория изменяется, и получается так, что мы вышли за границей директории, являющейся нашим файловым сервером, мы остаемся в рамках этой директории все равно. Проверка существования объектов. То есть, все объекты, к которым мы обращаемся, мы обращаемся к ним не вслепую, а мы можем как-то проверить, что они есть. Резать это все без QX-системы, без дополнительных модулей. Ну и, собственно, обязательно операции перечислены ниже. То есть, получить список объектов на первом уровне — это то, что делал LS. Листинг для директории — это LS с указанием директории, то, что не реализовывалось в связи с тем, что мы не можем нашу программу через QX перевести в другую рабочую директорию. Получить содержимое файла в переменную — это уже новое. Создание директории на любой глубине и создание файла, содержимого на любой глубине. Опять-таки, не было реализовано в связи с невозможностью работать с директориями через QX и Сперла. И удаление объекта с любой вложенностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...